Новые энергосберогальные теплицы в Оршанском районе начали давать первый урожай. За день хородни набоды вздымают около 15 тонн гурков и 2-3 тысячи штук зеленины. Таким урожайным снежинь стал дякуюча сучасным технологиям, которые укореняются в агрокомбинате. Для приклада, рослины отрымливают потребную колькость дённых освятления на протягу 21 сутки. Как при штучных умовах выросшивают натуральный урожай, доведался Виктор Правич. За окном снега на особных палетках Оршанского региону саправдное лето. И гэта не зводка с прогнозу на дворье, а умовы работы энергосберогальных теплиц. Оазис площы 4 с половой гектара тут з'явился совсем недавно. Сталку зрабили на зеленину и один гибридный гатунок огурков. Мы выращиваем в режиме святокультуры такой гибрид, как мева. Он очень себя зарекомендовал хорошо. Очень, посмотрите, очень завязываемость хорошая плодов. Конечно, по сравнению, как мы работали в старых теплицах низких, урожайность в два раза увеличивается. Покупательская будет способность. И на вид он очень красивый. И на вкусовые качества очень вкусные. Голландская технология дозволила повеличить урожайность у двоя и выращивать городину на белорусских землях круглый год. За день сбирают 10-15 тонн свежих огурков и крять двух-трех тысяч штук зеленины. Процесс выращивания в большинстве тут автоматизованы, однако без человеческих рук не обыстись. А гэты – захованость працовных местцев. Многие процессы здесь увязаны программным обеспечением на экономию именно энергоресурсов. Также у нас система обратного дренажа, что нам позволяет меньше расходовать удобрения и воду для поддержания жизни растений. У старых теплицах в этот период мы не могли получать, потому что там не было до светки. И мы не могли для растения создать оптимальные условия. Продукция нового урожая начала поступать на прилавки как чинного, так и замежного рынка. Весной, когда сезон огурков закончится, на гектарах высадят томаты. А с тягом часу тут плануют запустить линию по выпуску замороженных ягод и садовины. Виктор Пралич, Александр Петровецкий, Новины, Аршанский район.